итак всем привет данном видео я покажу как установить пайлайт x на операционную систему windows в моем случае десятка и покажу как создать самый простейший pdf файл с помощью этой программы ну с чего начнем открываем командную строку windows комбинация клавиш windows к вводим сюда cmd сокращенно команд открываем перейдем в нужную мне директорию где я буду создавать все мои файлы как это сделать сиди для directory вставляем перешел дальше нам необходимо установить наш пайлайт x на python делается это с помощью простой команды у меня он уже установлен поэтому мне он сейчас скажет что у меня уже установлено но вам же необходимо будет дождаться окончания установки установка занимается несколько секунд да вот он не показал что у меня уже установлен дальше что мы начинаем делать создаем текстовый документ переименованный пускай будет это будет сам файл с расширением пай открываем с помощью блокнота не но упад плюс плюс меняем кодировку на youtube 8 дальше для того чтобы создать pdf файл с помощью пайлайт x необходимо прописать следующей строчке кода chrome пайлайт x импорт модуль документ документ это модуль который отвечает за создание документа дальше нам необходимо объявить и какую-то переменную и присвоить ей название документа пускай это будет сам pdf файл без расширения расширения указывать не нужно дальше что нужно можно как бы его сразу сгенерировать но он не генерирует командой док дженерать pdf но скорее всего он его не сгенерирует потому что у нас pdf файл не содержит ни одной буквы и без этого они сгенерируют ну давайте попробуем пай 3 так у меня он называется сам сам файл . пай и тут сам подает все и сейчас он должен выдать ошибку почему потому что наш pdf файл не содержит ни одной буквы да действительно вот он выдает для того чтобы исправить эту ошибку можно добавить следующую строку кода к нашему документу с помощью метода append что означает добавить добавляем некоторую строчку пусть будет сам текст из некоторый текст сохраняем и запускаем повторно есть готова посмотрим что же у нас тут есть в нашем pdf файла вот появился наш документ одна страница даже она пронумерована как видите с нашим текстом хорошо следующее что ну как бы нам интересно создать какой-то киевический текст да давайте введем сюда некоторый текст сохраняем и попробуем запустить и скорее всего опять таки будет ошибка почему потому что у нас не подключен модуль с киевическим текстом да соответственно он не может его распознать этот текст и не может его сгенерировать что для этого нужно сделать для этого необходимо к нашему документу подключить модуль модуль киевических текстов следующей команды кокейдж что означает добавить кокейдж этот модуль называется с текстами которые работает бабель и опцию кокейдж нам необходимо подключить именно к киевических текстов и если мы добавили здесь пакейдж то и здесь нам этот модуль тоже нужно добавить пакейдж есть пакейдж и пакейдж и пакейдж и пакейдж 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 хорошо получилось откроем посмотрим что же в нем есть на самом деле вот у нас есть этот некоторый текст который мы ему написали следующее давайте еще попробуем сгенерировать еще и текст в документ посмотрим что же в нем добавляем команду док сгенерировать и метод generate текст что означает он нам сгенерирует файл с расширением текст который мы можем посмотреть только если у нас установлен специальный дистрибутив для чтения и вообще редактирования этих файлов с расширением текст ну сгенерируем хорошо есть получилось вот появился наш этот файл с расширением текст мы можем его посмотреть я могу посмотреть так как у меня установлен соответствующий дистрибутив для чтения и редактирования этих файлов есть я могу его отредактировать прямо отсюда дописал ему еще какой-то еще какой-то еще какой-то текст то есть это очень удобно почему он не сразу подключает все необходимые пакеты которые работают с кириллическим текстом и как бы это избавляет от лишних лапот по поиску на том как же что же нужно установить вот в этих всяких дистрибутивов чтобы работать с кириллическим текстом ну вот собственно все чему было посвящено видео всего доброго до следующей части то есть